Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивач Анна, и мы обсуждаем сегодня такую тему, как седираты в теплице после того, как мы вынесли из нее весь урожай. Исходя из многочисленных исследований, проводимых рядом ученых, например, Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Ставропольский аграрный университет, Институт защиты растений, все ученые говорят о том, что седираты являются не только источниками макро-микроэлементов, попадающих в почву, также они повышают общее плодородие земли и оздоравливают почву, в которой они растут. На сегодняшний день существует не одна группа седиратов. В зависимости от того, где их лучше использовать, есть своя специфика. Например, злаковые седираты, к которым в первую очередь относятся рожь, овес, ячмень, пшеница, являются теми седиратами, которые формируют достаточно хорошую плотную корневую систему. Поэтому, если мы будем рассматривать рожь в качестве седирата, высеваемого в теплицу после того, как мы вынесли из нее весь урожай, то мы можем рассчитывать на хорошее рыхление почвы за счет корневой системы, но затем на достаточно трудоемкий процесс заделывания этого злака в почву. Поэтому рожь в качестве седирата, высеваемого в теплицу, возможно, не совсем лучший вариант. Наряду с обильной развивающейся корневой системой, для ржи характерно аллелопатическое действие. Иными словами, этот злак выделяет специфические соединения в почву, которые препятствуют прорастанию ряда семян других культур, как сорных, так и несорных растений. Поэтому, когда мы используем рожь, то минимум в последующий месяц может наблюдаться картина угнетания роста и развития растений, которые мы высеваем или высаживаем на место ржи. В качестве альтернативного злака, который можно использовать непосредственно в теплице, вместо ржи, это овес. Наряду с хорошей аккумуляцией макроэлементов и увеличением гумусового горизонта, овес обладает устойчивым, выраженным фунгицидным действием. Поэтому, когда у нас в теплице бушевали различные грибные заболевания, например, фузариоз или фитофтороз, то имеет смысл высеять овес, который значительно уменьшит численность того возбудителя, который остался в почве. Что касается таких злаков, как ячмень и пшеница, которые мы можем выращивать в качестве сидеративной культуры в теплице, то они будут рыхлить почву и способствуют таким образом лучшему воздушному и водному питанию. Вторая группа сидератов, которая может быть использована в теплице, это крестоцветные. В частности, горчица, которая, на мой взгляд, сейчас занимает порядка 10% рынка сидеративных культур, может быть использована в теплице. Но следует помнить, что любые крестоцветные сидераты, которые мы высеваем в теплице, они будут являться источником притяжения тех вредителей, которые развиваются на крестоцветных культурах. Например, та же самая крестоцветная обложка путем заделывания горчицы в теплицу может перезимовать на растительных остатках, и весной, когда вы зайдете в теплицу путем высева свежей новой зелени, это может быть редиска, рукола, даже рассада капусты, она может быть атакована крестоцветной бложкой. Поэтому очень внимательно относимся к выбору крестоцветных сидератов, особенно к выбору горчицы, и контролируем численность популяции крестоцветной бложки, которая, возможно, поселится на данном сидерате. Вторым крестоцветным сидератом, который приемлемо выращивать в теплице, это масличная редька. Что характерно для масличной редьки? Это достаточно хорошо развивающаяся корневая система, стержневая. Если у вас в теплице почвы плотные, глинистые, как, например, в моем случае, то обязательно можно и нужно высевать масличную редьку для того, чтобы улучшить структуру почвы, чтобы улучшить воздуха и водообмен. Третья группа сидератов – это семейство водолисниковое. К ним относятся в частности фацелия, которая, помимо того, что она борется с нематодами, живущими в почве, она также восполняет при заделывании данного сидерата в почву недостаток калия и фосфора. Поэтому обязательно приобретаем семена фацелий и высеваем в качестве сидерата в теплицу осенью. Семейство гречишниковое, и это четвертая группа сидератов, представлено гречихой. Это тот сидерат, который ничем не болеет, ничем не повреждается, который выделяет специфические вещества корневой частью. За счет этих специфических веществ, в частности, это различные кислоты, идет перевод труднодоступного фосфора, который находится в почве, в легкодоступные для усваивания растений формы. Иными словами, если мы на протяжении всего вегетационного периода или в начале его интенсивно пользовались такими минеральными удобрениями, как суперфосфат, двойной суперфосфат, то имеет смысл обратить внимание на гречиху, для того, чтобы весь фосфор, который остался в почве, не съеденный растениями, чтобы он был переведен в доступную форму и употреблен и имеет в следующем году. Пятая группа сидератов – это бобовые культуры. Конечно, бобовые лучше высевать в более ранние весенние сроки, нежели в осенние, и заделывать их непосредственно перед высадкой рассады в грунт. Бобовые будут характеризоваться устойчивостью к пониженным температурам, однако им нужно больше времени для полноценного наращивания вегетативной массы. Поэтому лучше перенести высев бобовых культур, а это могут быть горох или люпин на более ранние весенние сроки. Подытоживая тему о сидератах в теплице после окончания сезона, следует сказать, что все-таки лучше оставлять выбор не в пользу монокультуры, а прибегать к составным смесям. Например, это может быть фацелия, гречиха, овес и что-то из крестоцветных, в частности, резька масличная. По весне можно досеять что-то из категории бобовых культур, и затем это все равномерно заделать. И в конце видео небольшое объявление. Дорогие садоводы и огородники, в интернет-магазине ProCVetok с 22 по 28 августа будет проходить неделя черных пятниц. С понедельника по воскресенье заходите в каталог, наслаждайтесь приятными ценами на широкий ассортимент различных растений. С каждым днем процент скидки будет увеличиваться. А на этом я прощаюсь. Всего вам хорошего. Оставайтесь на канале ProCVetok. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!